Девушки отдыхают 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 Да, мы вернулись навсегда. С первых же часов люди брались за восстановление всего, что разрушил враг. Этот цех уже через несколько дней вновь будет работать для фронта. Нельзя терять ни одного дня. По законам нашей страны дети должны учиться. На дверях классов еще сохранились немецкие надписи. Занято. Нет, свободно. И пусть холодно в классе, но ребята занимаются. Весна не будет ждать. Мы снова засеем эту землю. Сами и для себя. В дни оккупации удалось кое-что припрятать от врага. Этих колхозных коней спрятали в лесу ребята. Теперь они с гордостью привели их. Законная гордость. Ведь они рисковали жизнью. Страна помогала разоренным районам и областям. Людям нужно было все. Даже посуда. Ведь захватчики не брезговали ничем. Помощь шла в осажденный Ленинград. В январе, как только окреп лед, на Ладоге открылась ледовая дорога жизни. Она дала возможность хоть немного увеличить блокадный ленинградский боек. В марте, сквозь линию фронта, партизаны сумели провести в город обоз с продовольствием. Жестоко и методично гитлеровцы продолжали обстреливать город. Даже их тогдашние союзники, финны, отказались участвовать в этом варварстве. Обстрелы и голод уносили каждый день тысячи жизней. Но понапрасно отпечатали фашисты пропуск для проезда по Ленинграду. Город на Неве стоял. За его жизнью, с болью и уважением к мужеству, следила страна. Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, гордость моя, это был голос Родины. И Ленинград отвечал своей стране седьмой симфонии Шостаковича, в которой звучали железные дни и ночи, боль и стойкость. Нет, никогда не войти врагу в этот город, хранящий наши славные традиции. Город, который хранит ключи от многих городов Европы, взятых нашими предками. На Западе не забывали об этих ключах. Советский солдат еще только начал свой путь на Запад отсюда, с исторического Бородинского поля, а уже американский журнал Life спрашивал в марте бывшего посла Великобритании в СССР. Как далеко, по вашему мнению, русские армии войдут в Европу? Посол ответил. Они не остановятся на полпути. Их целью будет Берлин. С плаката Наполеон обращался к Гитлеру. Лети, Адольф, отныне вспять, как я в 12-м когда-то. Теперь твоя настала дата. Дождешься ты, Березины. Он разжаловал 35 генералов. Он ссылался на злую русскую зиму. Но та зима, она и для нас была недобрее. Страна социализма выстояла под первым страшным ударом. Она готовила врагу тяжкий ответный удар. В тылу было не легче, чем на фронте. Жестокие морозы сковали землю за Уралом. С переднего края фронта, из Москвы, Центральный комитет партии, Советское правительство руководили перестройкой всей промышленности на военный лад. Снова, как и в легендарные дни строек первых пятилеток, люди штурмовали природу и самое время. От мороза лопались трубы. Кострами обогревали землю, звеневшую под ударами. И вставали в опалубки, укутанные от мороза, цеха заводов, эвакуированных с запада. Пятая домна магнитки, самая мощная в Европе. Ее в том году построили за семь месяцев. До войны такую домну строили два с половиной года. Каждый понимал, что здесь, в цехах заводов, как и на фронте, решается судьба страны. В марте промышленное производство снова пошло вверх. Новой рудной базой стал Казахстан. В открытии новых месторождений большую роль сыграли труды академика Владимира Афанасовича Обручева. Все для фронта. Это был единый лозунг всех, и академика, и рабочего. И снова золотые россыпи человеческих душ раскрыл наш народ. Горняк Иларион Янкин. Вот так, с помощью смекалки энергии, он сумел во много раз увеличить добычу руды. Алексей Семиолос. 20 норм за смену. В фронту нужен металл. А для металла руда и уголь. Женщины в забое. Это не редкость для тех дней. Они достойные однополчанки своих сестер на фронте. Колоссом на глиняных ногах считали нас враги. Но посмотрите, это не глина. Это лучшая советская сталь. Тогда мы производили всего одну десятую нынешнего количества. Но этого было достаточно, чтобы свернуть шею фашизму. Дело ведь не в одной стали. Мы не публиковали тогда сведения о числе наших танков и самолетов. Но читая тревожные сводки, глядя на карту, где линия фронта проходила от Ленинграда через центр России, Харькову и Ростову, каждый понимал, у нас пока еще меньше сил, чем у врага. Вернулись к станкам ветераны труда. Их опыт и наметанный глаз очень были нужны в новом производстве. Десятки новых заводов впервые приступили к выпуску вооружения, продукции сложной и точной. Осваивать ее нужно было немедленно. Каждый вносил свой вклад. Академик Патон. Он применил свой сварочный автомат при сварке брони. Это намного ускорило производство танков. Мы могли рассчитывать только на свои силы. Весной 1942 года союзники прервали поставки вооружения Советскому Союзу. Наш народ не ждал, пока ему помогут. Великий патриотизм проявился в щедрости советских людей, отдававших для нужд фронта свои трудовые сбережения. Сбор вещей для районов, пострадавших от оккупации. Нет большого достатка. Приносили сюда самое необходимое. А этот металл добыт в бою. Огонь заставит его служить нам. В условиях военного времени, при нехватке специалистов, мы сумели увеличить производство боевых самолетов в полтора раза. Это были машины, превосходившие по своим качествам немецкие. Истребители Як-7 и Ла-5. Штурмовик Ил-2, который за его мощь прозвали летающим танком. Но чтобы превзойти врага в количестве вооружения, нужно было время. И люди побеждали его. Темпы военного времени. Им подчинялось все. И движение сборщиц на конвейере. И мысль конструктора. Старейшие наши оружейники, токарев и судаков, модернизировали стрелковое оружие. А вот так работали самые молодые. Смотрите, нынешние пятнадцатилетние. Это ваши отцы и матери. В ту пору им было столько, сколько вам сейчас. Они трудом заслужили право на то уважение, с каким диктор кинохроники представлял тогда молодых столеваров. Война затронула жизнь каждого, не считаясь с возрастом. Пламя войны опалило их детей. Этих ребят, потерявших родителей, привезли из прифронтовых районов. Что осталось у них в памяти? Сохранилась фашистская киноагитка сорок второго года. Среди развалин разрушенного города бедствуют малыши. Но вот появляется благодетель в немецкой форме. Как охотно дети пошли за ним. Куда же? Киндер-хаус. Детский дом. На этом пленка кончается. Но что было дальше? Эта девочка может продолжить рассказ. Зачем партизаны окружают небольшой домик неподалеку от Полоцка? Ради чего они рискуют жизнью? Это и есть киндер-хаус. Дом для советских детей. Гитлеровцы собрали здесь 186 малышей. Они сделали из них доноров. По мнению фашистских медиков, детская кровь при тяжелых ранениях особенно хорошо помогают. Партизанская операция по спасению детей называлась «Звездочка». На этот раз всех их удалось вывести в наш тыл. Но долго они еще будут беспокойно спать по ночам. Долго еще каждый стук двери будет казаться им выстрелом. Каждая история болезни в этом детском госпитале – новый обвинительный акт фашизма. И рождалась в сердце советского человека священная ненависть к врагу. Она приводила людей в ряды народных мстителей. Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие, издевательство над моим народом, я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть. Кровь за кровь, смерть за смерть. С этими словами в сердце шли в бой партизаны, на земле захваченной врагом. Еще один фашистский гарнизон уничтожен. В секретном приказе 42-го года Гитлер вынужден был написать, действия партизан на Востоке за последние месяцы стали крайне опасными и представляют серьезную угрозу нашим коммуникациям, идущим к фронту. А это предатель, выдавший фашистам 12 человек. Не было и не будет им пощады, сколько бы времени не прошло. Именем народа! Советские патриоты, партизаны были настоящими хозяевами во многих районах, захваченных врагом. В тылу оккупантов в 42-м году действовало более 800 подпольных комитетов партии. Они руководили партизанским движением. Здесь, в лесах, выходили газеты и листовки. За голову авторов этих статей фашисты сулили по 100 тысяч рублей. Слово партизанской печати звало на борьбу. Партизаны постоянно поддерживали связь с Москвой, где находился центральный штаб партизанского движения. Он работал под руководством Центрального комитета партии. 501-й рейс партизанской эскадрильи в тыл врага. КОНЕЦ Пароль. Отзыв. Проходите, товарищи. Как в дни революционного подполья собирались тайными тропами делегаты партконференции партизанского края. Вместо конференц-зала глухая лесная поляна. Но партия живет, работает, борется. Вот люди, прошедшие самую суровую проверку своих убеждений, своей совести. В повестке дня главный вопрос. Усилить удары по врагу. Лучшим сегодня вручают награды Родины прямо здесь, в лесу. Тогда ее звали просто Маша. Товарищ Т. Товарищ Кудрявый. 12-летний разведчик Юра. Это они были грозой для врага. Враг шел по горящей земле, уже с опаской, озираясь, но еще шел вперед. В начале лета гитлеровская армия снова перешла в наступление. После поражения под Москвой, фашисты уже не смогли наступать по всему фронту, который протянулся от Баренцева моря до Черного. Наше командование ожидало наступления в центре. Но гитлеровцы, собрав все силы, ударили по южному крылу от Курска, Харькова и Ростова. Они рассчитывали здесь выйти к Волге и на Северный Кавказ. Страшная угроза нависла над страной. Это была еще мощная армия, несмотря на то, что в середине лета гитлеровцы потеряли 2 миллиона человек. Больше, чем за всю Первую мировую войну. Он уже кое-что понял за этот год. А вот эти еще ничего не знают. Чтобы восполнить потери, Гитлер поставил под ружье еще 800 тысяч немцев. Мундир не всегда будет таким. Этот парадный шаг. Впереди у них Восточный фронт. Для них это был Восточный фронт, а для нас рубежи битвы за жизнь, за право самим строить ее. И потому стойкость советского солдата превзошла в то тяжкое лето 42-го года все, что знала до сих пор история войны. Наступил один из самых критических моментов войны. Заняла война полсвета. Стон стоит второе лето. Опоясал фронт страну. Где-то Ладога, а где-то Дон. И тоже на Дону. Неудачи преследовали нашу армию все лето. Мало было опыта и все еще мало техники. Севастопольский берег. 4 июля по приказу командования, использовав все возможности обороны, наша армия и флот оставили его. Уходят последние корабли. 250 дней и ночей стояла в героической обороне столица черноморских моряков, стягивая к себе огромные вражеские силы. И вот уже последние защитники по традиции в парадной форме стоят насмерть, прикрывая отход товарищей. пуст, Севастополь. Мы еще вернемся к тебе, Севастополь. Тяжелые потери несли мы в этой беспримерной борьбе. Но как бы их ни было много, каждая новая, новой болью входила в сердце. Еще сегодня друзья провожали в полет молодого парня, летчика Антонова. И вот он каким-то чудом, уже мертвый, истекающий кровью, привел свою машину на аэродром. Друзья, не стало среди нас товарища и боевого друга. Он работал и умер как герой. Возвращаясь с задания, спасая подбитую машину, весь израненный, он привел ее на свой аэродром. С нами он жил, ребята, и к нам умирать прилетел. Никогда не забудем нашего воздушного богатыря. Братья летчики, поклянемся же перед Родиной, что мы отомстим за своего товарища. И снова священное чувство мести ведет их в бой. прозвучит мира, Продолжение следует... 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 Выпускал вместо тракторов танки и часто сами рабочие, надев военную форму, вели их в бой. Вся страна следила за судьбой города, послав к его стенам многих и многих сыновей разных республик в рядах 62-й и 64-й армии. Всех их с тех дней и навсегда объединило одно имя – Сталинградцы. С запада Гитлер бросил лучшую свою шестую армию, прошедшую всю Европу. Она вышла к Волге, севернее горо. Берлин торжествовал. Уже готова клише для листовок о взятии города. Отбита медаль. Но великая битва на Волге еще только разгоралась. Тот, кто пережил эти недели, навсегда запомнил их. Всем, и солдатам, и генералам, и миллионам людей в тылу передалось одно чувство. Здесь, у берега Волги, должно решиться главное, самое главное – назад пути нет. Они сквозь огонь и кровь подползали все ближе и ближе. Командующий шестой армией Паулюс уже видит Сталинград. 23 августа враг решил нанести новый удар. Две тысячи самолетов в течение одного дня сбрасывали бомбы на город. По 180 самолетов в час. Три в минуту. Непрерывный град бомбы. И хоть многих самолетов враг не досчитался, Огромный город горел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женщины и детей эвакуировали за Волгу. В городе остались только те, кто был способен носить оружие. Фашисты штурмовали город. Улицы и площади стали полем боя. Бой шел не только за каждый метр. Бой шел за каждую минуту, каждый час и день. Время здесь означало победу, потому что за Волгой уже шли и шли к линии фронта эшелон за эшелоном. Именно в эти дни прибыл в Москву Черчилль. Второй фронт не будет открыт в этом году, заявил он. Заявил вопреки ранее достигнутой договоренности. Союзники выжидали. Что же произойдет под Сталинградом? Ответ на этот вопрос хорошо знали генералы Жуков, Василевской и Воронов, которые вместе с большой группой советских военачальников разрабатывали план под шифром «Уран». Больше миллиона советских солдат участвовало в битве на Волге. И были среди них такие, чьи подвиги навсегда запомнит наш народ. Матрос Паникаха. Это он, горящий, бросился на вражеский танк. Связист Путилов, зажавший зубами концы оборванного провода. Снайпер Чехов, работу которого вы видите в этих кадрах. За Волгой нам земли нет, сказали они. И четыре месяца держали город, давая время для скоростных плавок уральских столеваров. С это время была завершена перестройка нашей промышленности. К концу года мы превзошли фашистскую Германию в военном производстве. Стойкость старинградцев потрясла мир. Дом сержанта Павлова, стоящий в неприступной крепости у самой Волги, до сих пор с изумлением осматривает гости города, стараясь понять, какой же особой силой обладал Яков Павлов и его небольшой, но многонациональный гарнизон. А был еще дом лейтенанта Заболотного, и мельница номер 4, и вокзал, и Мамаев курган. Они стояли стеной. А в это время, работая дни и ночи, советские люди выпустили десятки тысяч орудий, минометов, которые способны подавить мощь фашистской армии. Четыре месяца, изматывая в боях лучшие силы врага, с мастерством и мужеством водили в бой свои части и соединения славные старинградские командиры, родимцев и людников, батюк и желудев, белый и гуртиев. А за это время на наших заводах люди, отказывая себе в отдыхе, сделали 12 тысяч танков. Больше, чем было у Гитлера. Огромная сила незаметно для врага скапливалась севернее и южнее Сталинграда. Это были уральцы и сибиряки, дальневосточники, сыны Средней Азии и Казахстана. До поздней осени работала знаменитая Сталинградская переправа. Полтора километра между двумя берегами были дорогой мужества, неразрывно связывая защитников города со страной. К этому Волжскому берегу были прикованы взоры всего мира. Оборона Волжской твердыни сдерживала не только гитлеровскую армию. До ее исхода не решались вступить в войну против СССР, империалистической Японии и Турции. В огне этой битвы прочно закалилось мастерство наших генералов, командующих армиями и фронтами. Нужно было особое умение, чтобы сковать на небольшом участке фронта несколько десятков дивизий противника. Это сумели сделать генералы Еременко и Захаров, Крылов и Малиновский, Руденко и Толбухин, Хрюкин и Шумилов и командующий 62-й армией генерал Чуйков, штабы которого висели уже на откосе над самой Волгой, в 300 метрах от передовой. «Держитесь, товарищи! Теперь уже скоро, очень скоро, вся страна идет к вам!» Приближался час, которого не могло не быть. Это чувствовал каждый и на фронте, и в тылу. В канун этого часа вступали солдаты в партию. Человеку хотела стать частицей той силы, которая сквозь великое испытание привела страну к этому главному дню года. Он настал 19 ноября. Семь часов тридцать минут. В последний час. 19 ноября Красная армия перешла в наступление под Сталинградом силами Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Ватутина, Сталинградского фронта под командованием генерал-полковника Еременко, Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского. Вот так он выглядел в жизни, в советский план, носивший имя далекой планеты Уран, но подготовленный и выполненный людьми одной шестой части планеты Земля. КОНЕЦ Прорвав фронт, наши армии гигантскими клещами охватывали врага. 520-й день войны. Степь у города Калач на Дону. 23 ноября встретились солдаты двух фронтов. Посмотрите, как обнимаются они, люди, уже второй год идущие по войне. К этому дню мы шли сквозь все сражения года. КОНЕЦ КОНЕЦ